Денис, приветствую тебя. Привет-привет. Новая неделя, соответственно, очередной разбор технически фундаментальный того, что происходит на финансовых рынках. Продолжаем следить за трендовой динамикой, тенденциями, которые не меняются и, в принципе, даже неплохо. Сколько раз мы с тобой говорили про очень высокую вероятность того, что рынок будет находиться в таких траекториях движений. В принципе, сейчас за этим наблюдаем. Сегодня я, с твоего позволения, предлагаю сделать акцент на то, что сейчас у всех на слуху, то, что является крайне интересным. Это за американской валютой, потому что доллар действительно сейчас определяет движение многих других финансовых активов за золотом. Золото — это вообще хайп. Ну, во-первых, потому что уровни космические. Во-вторых, ходит оно очень интенсивно и, в принципе, интерес к нему не угасает, потому что очень многие по-прежнему хотят все-таки приобщиться к этому трейду, зайти по самому хорошему оптимальному уровню и, собственно, заработать. Ну и также можно посмотреть еще на риск, тоже эталонный, европейскую валюту, раз уж будем говорить про индекс американской валюты. Начнем давай тогда традиционно с меня. Демонстрация экрана. Момент. Так, друзья, прежде всего, на что хотелось бы сделать акцент? Это на то, что доллар снижается. Это мы видим в индексе американской валюты. Цель, я, по-моему, уже неоднократно отмечал, что, скорее всего, мы легко сможем добраться до 92 пунктов. Там уже будет видно, в принципе, какой новостной фон сложится к тому моменту, как трейдеры будут на него реагировать, но пока у меня нет сомнений в том, что доллар будут активно распродавать. Сейчас вот в часовке у меня здесь очевиден нисходящий тренд. Мне кажется, что какой-то уровень, конкретную отложку давать не очень-то и правильно, потому что, в принципе, нахождение вот в этом нисходящем коридоре индекса доллара позволяет залазить в эти короткие позиции практически по любым значениям, но если вы, друзья, также верите, как и я, в слабость американской валюты. Индекс доллара снижается по ряду адъективных причин. Это то, что происходило с, не происходит с американским рынком долга. Трейджери с поддавлением, в принципе, это также давит еще и на золото. А статистика, к ней тоже очень много вопросов из последних стоящих релизов. Это вот данные по уровнячным продажам, которые вышли в конце прошлой недели. Они оказались хуже, разумеется, значения позапрошлого месяца и хуже ожидания. А слабая потребительская активность – это еще один вопрос к тому стабильным ей является восстановление американской экономики. Индекс доллара снижается также, потому что это уже далеко незащитная валюта. В этом также мы могли неоднократно убедиться. Поэтому мы видим периодически коррекции по американской валюте, но эти коррекции ни к чему не приводят. Индекс максимум восстанавливает позиции на полпроцентных пунктов, а потом снова снижается. Я, опять же, видел прогноз от Дж.П. Моргана, правда, это прогноз еще конца прошлой недели. Они рекомендуют ставить на минимум уже более чем за три года и на движение индекса американской валюты ниже 90 пунктов. Но пока скромная цель. Думаю, что 92 достаточно. По золоту, опять же, интенсивность движения этого инструмента доказывает то, что это спекулятивный актив с большим количеством спекулятивного капитала. Очень быстро деньги не вышли. Быстро в него, опять же, заходят. Вообще без компромиссов каких-то для продавцов ни единого шанса. То есть, друзья, здесь вообще не нужно было бы профукать возможности. Я надеюсь, что вы этого не сделали, когда вот золото ушло там ниже 1900 долларов за тройскую унцию. И это был подарок для тех, кто все-таки не закупился раньше, когда мы с тобой давали рекомендации об этом это делать. В принципе, золото мы рекомендовали брать еще во времена наших с тобой первых эфиров много месяцев назад. Сейчас золото продолжает расти уже выше 2000 за тройскую унцию. Я думаю, что нас ждет, так же как и в отношении американского фондового рынка, перехай, потому что он не меняется. Мы следим за тем, как стимулируется экономика в целом мировая центральными банками. Ждем новых мер поддержки от центральных банков, от властей в плане бюджетных стимулов. Это все раздувает инфляционные риски и позволяет сейчас золоту на этом выигрывать. Пару слов про рынок криптовалют, потому что нельзя обойти стороной тот же самый биткоин, который буквально вчера был уже почти на отметке 12,5 тысяч. Друзья, еще не поздно залезть в крипту. Конечно же, контролируя риски и небольшим объемом, но биткоин это как бы альтернатива золоту, здесь также можно будет подзаработать. Короче, по золоту тоже сценарий, откуда бы вы не купили, мне кажется, друзья, это будет очень хорошая перспективная сделка. А что касается европейской валюты, здесь вот можно дождаться коррекции в район 1,1880 и уже после снова покупать с целью на отметке 1,20. Евро-доллар, в принципе, синхронное движение с курсом индекса доллара, ну то есть там только с ревесом, конечно же. В принципе, по европейской валюте, так же как и по риску прочему, все предельно ясно. Не стоит сейчас смотреть на какой-то локальный фундамент европейский, на какие-то отчеты, они не имеют никакого значения, потому что в этом дуэте инструментов, где конкурентами является доллар, доллар — это основной катализатор движения. Пока четкий нисходящий тренд по баксу не нужно умудрить и стараться переиграть мощную выраженную трендовую динамику. Это, в принципе, не удастся сделать. Остается только просто понадеяться на дальнейшее развитие этого тренда, и пока он развивается, цепляться за рост и цели, как я уже отметил, 1.20. Я думаю, что мы их точно сделаем. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял, показ рабочего стола сделал. Итак, я с тобой на самом деле абсолютно согласен в плане анализа. У нас с тобой снова такая синергия работает. По евро еще для своих подписчиков я показывал и вчера утром, и также на вечернем вебинаре вчерашнем, что приоритет движения вверх, он не сломлен. То есть та коррекция, которая была сделана на протяжении прошлой недели, у нас буквально в 4-5 структура уже начала меняться, и поэтому если я до этого здесь еще посмотревал на какие-то поползновения в районе 18.50 на продажу, вот, и даже входил в нее, ну, меня по безубытку выбило уже в пятницу, и тогда я понял, что не, ребят, все, будем добивать выше, поэтому у меня здесь, опять-таки, цели ставить достаточно непросто в данном случае, потому что у нас, если брать стратегические какие-то уровни, то они начинаются вообще в районе 1.20.90, но до них я еще также посматриваю, вот, есть границы опционного рынка, и, следовательно, это месячные опционы, по ним самая крупная граница это 1.19.80, поэтому я считаю, что где-то, вот, если округлить, то примерно район 1.20 цена еще может добить, поэтому, в принципе, поползновения на продажу нет, объемы падающие сейчас у нас, вот. Периодические коррекции, в принципе, будут, да, этого абсолютно не исключаем, но при этом тренд-версия все равно не сломит, поэтому искать возможность входа на продажу сейчас, ну, по крайней мере, слишком будет опрометчиво, поэтому я больше все-таки советую, у кого есть покупки, то их сопровождать, для себя поставил, как 1.19.50, это ближайшая цель для промежуточной фиксации, плюс уже дальнейшие, тут их есть несколько, какая из них станет разворотной, пока не знаем, и поэтому с точки зрения разворота здесь я даже не мыслю, вот. Так что по евро продолжение движения вверх. Если смотреть противовес индекс доллара, то здесь при вчерашнем рассмотрении я его решил так вот уменьшить масштаб, посмотреть под разными углами, как, что, где, как он вообще выглядит, и в целом складывается картинка, что попытается все-таки район 91 штурмовать. Вот. Насколько это уже получится успешно или безуспешно, мы знаем, я думаю, в ближайшие где-то, ну, возможно, даже до конца месяца. Но так в целом, сейчас даже точки подкорректировал на всякий случай, но так в целом все равно остается, что у нас приоритетный вариант движения по индексу доллара вниз, я с тобой полностью согласен, чисто с технической точки зрения. Причем до конца недели могут запросто пограничить периодов у нас конец недельки и запросто могут еще продвигаться ниже, 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 и буквально где-то до конца месяца даже добить цели в районе 91. Сейчас она находится на ближайшей поддержке, но, опять-таки, у нас здесь нету каких-то серьезных поползновений на покупки. Я уже ее там и по объемам в Адасе смотрел. И в целом техническая картина. Ну да, подходим, кто-то будет сейчас искать родную вершину, я этого делать не буду и больше предпочту в данном случае просто сопровождая трендовое движение вниз и границ канала, плюс вспомогатель уровня. Поэтому, видите, район 91 для меня основополагающий является. И что касается золота, буквально уже не так много остается до ближайшего уровня, в котором я буду как раз фиксировать. Это 2015, прекрасный уровень самого ближайшего сопротивления. От него я рассчитываю увидеть коррекцию. Насколько глубокая, пока не берусь судить, но где-то 1960-1950 в принципе могут откорректировать. И затем после этого на добой. То есть даже не просто добой, а именно пробой максимума, который был сформирован у нас еще на позапрошлой неделе. Поэтому, следовательно, по золоту, даже с точки зрения опционных ожиданий, все равно все выше, выше и выше его ждут. Поэтому, в принципе, те, кто заходили с нами по нашей рекомендации с тобой на прошлой недельке, красиво, очень действительно красиво все отработалось. Дали выход вверх. Сейчас каких-то кульминаций тоже не наблюдается. То есть у нас вот даже опорный объем ближайший есть. В предыдущий уже полноценно перекрыли вверх. Поэтому, следовательно, движение вверх у нас продолжается. Поэтому я заперехаю. Пока предположительно в район 2.100. Ну, а там дальше будем смотреть. И не исключаю, опять-таки, вот она внутренняя коррекция. Поэтому на всякий случай будьте к ней готовы. Потому что здесь такая серьезная мощная зона продавцов находится. Вот. Но в целом через коррекцию снова к звездам. Денис, спасибо тебе за комментарии. Друзья, напомню, что завтра протоколы последнего заседания американского регулятора. Это, опять же, вопрос о том, будет ли у БАКСа в ближайшие дни какое-нибудь фундаментальное топливо. Оно будет. Остается только рассчитывать, смотреть, как поведет себя доллар. Но я думаю, что мы с Денисом в итоге окажемся правы. Потому что редко так бывает, когда и фундамент, и техника все-таки работают на одной стороне. Окажемся правы. И действительно, индекс еще покажет свои донные минимумы. Заберется и в район 92, и подберется к планке 90. Мы будем за всем следить вместе с вами, комментировать, рассказывать. Если что-то изменится, вы, конечно же, первыми об этом узнаете. Денис, тебе тогда хорошей недели. И до следующего сеанса. Да, коллега, тоже отличная неделя. И увидимся в четверг. Пока-пока.